Здравствуйте, Якуб. Здравствуйте, Якуб. В частности, Вы являетесь достаточно известным в медийных, общественно-политических кругах и европейских стран, и России. Мы часто видели Вас выступающим на ведущих ток-шоу ряда стран. Вы являетесь политологом, известным журналистом. Вы представлены в информационном пространстве Польши в настоящее время. Интересно было бы услышать Ваше мнение. Какая позиция превалирует по итогам той ситуации, которая сложилась в регионе и в настоящее время развивается? Начну с чисто польской точки зрения, потом перейду к более региональным и глобальным измерениям ситуации. Мы в Польше хорошо знаем, что такое оккупация, что такое, когда часть территорий и население находится под контролем противника. Это ситуация, которую мы считаем глубоко ненормальной. И вот все годы после Первой Карабахской войны польское руководство придерживалось линии на восстановление международного права. Принцип нерушимости границ для нас с нашей историей, с нашим опытом в Польше очень важен. То есть, если нарушается граница одной страны в Европе, в данном случае Азербайджана, под угрозу ставится не только граница Азербайджана, а принцип. Принцип, без которого в Европе и начнется война всех против всех. Потому что если поставить под вопрос границу Азербайджана, то можно поставить под вопрос любую другую границу в Европе. Поэтому восстановление международного права, доказание того, что международное право действует и что его можно и нужно воплощать в жизнь, очень важно. В данном случае мы смотрим на развитие ситуации очень позитивно, потому что решен принципиальный вопрос. Вопрос восстановления территориальной целостности. Нерешен, конечно, вопрос наказания оккупантов, но это, я так понимаю, в силу политических обстоятельств будет решаться в будущем. Сейчас самая главная задача переносится от территориального вопроса к вопросу стратегическому и экономическому. Збигнев Брезинский, известный американский политолог польского происхождения, называл Азербайджан одной из двух, трех самых главных, самых важных стран Западной Евразии. Пивотал Страна 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 Страна, которая находится на перекростке интересов больших, великих держав, на перекростке нескольких регионов Европы, подсоветского пространства, Каспийского региона. И к этому еще является самой сильной, самой богатой и самой перспективной страной Кавказского региона, который сам по себе является микрокосмосом разных интересов. И сейчас польское руководство и целом страны центральной Европы смотрят на Азербайджан как на будущего экономического чемпиона. То есть страну, которая, во-первых, сможет восстановить, реконструировать ранее оккупированные земли, а потом превратиться в экономический локомотив региона. Потому что есть убеждение, и история Польши подтверждает это, что экономическое сотрудничество позволяет исключить конфликтный потенциал, уменьшить его сначала, а потом его исключить. Поэтому экономическое развитие Азербайджана и всего региона, потому что в этом регионе нет другой страны, которая может задать экономическую динамику, кроме Азербайджана. Ни у кого нет такого потенциала и политической воли для того, чтобы потянуть за собой вперед весь регион. То есть ожидается, что по мере нормализации ситуации будет быстрое, стремительное экономическое развитие и в результате открытия региона на сотрудничество с Центральной и Восточной Европой и Евросоюзом в целом. Тут, конечно, остается большой политический вопрос заключения мирного договора. Но для этого нужны две стороны. Мы наблюдаем политическую волю Азербайджана для того, чтобы решить эту проблему. С другой стороны, мы такой воли не наблюдаем. Но есть интерпретация, что Армения просто находится в неком шоке послевоенном, в неком таком переходном периоде. И что со временем армянское руководство будет склоняться к тому, чтобы все-таки не продолжать уничтожать свою страну. Потому что 30 лет той стратегии, которой придерживалось армянское руководство, привело к плачевным результатам. Попытки игнорировать международные права привели к поражению в войне. Ну, на эту ситуацию ни Польша, ни другие страны пока повлиять не могут. Вы лучше меня знаете, какие силы действуют и в Армении, и в армянской диаспоре. Что есть люди, которые хотят продолжать держать все свое население в заложниках и всех своих внешних союзников в заложниках. Я надеюсь, эти силы уйдут в прошлое. Потому что, знаете, я видел много стран мира. Я в том числе был в Армении. Так жить нельзя. Ситуация, экономическая, социальная ситуация в этой стране. Я не хочу использовать громкие слова, но это не 21 век точно. Поэтому от тупиковой стратегии или вообще отсутствия стратегии нужно избавляться. И я уверен, что пример стремительного экономического развития Азербайджана будет убеждать, в том числе, армянское руководство, что нужно признать лидера в регионе. Что оспаривать, во-первых, принципы международного права, во-вторых, стратегическую реальность – это контрпродуктивно. Мы надеемся на это в ближайшие годы, потому что весь регион с точки зрения обеспечения безопасности Европы в целом, с точки зрения экономического и, прежде всего, энергетического сотрудничества – ключевой. Один пример. Азербайджан – это единственная страна, которая сможет разблокировать Центральную Азию для сотрудничества с Европой и послужить неким мостом для, прежде всего, Казахстана, но и других стран Центральной Азии. А Европа, Евросоюз заинтересован развитием экономических отношений, торговли, энергетического сотрудничества. Поэтому мы с надеждой наблюдаем на то, как стремительно Азербайджан инвестирует, как эффективно восстанавливает и бывшие оккупированные территории, и свою экономику в целом. Все мы после кризиса, конечно, должны были смириться с новой реальностью. Вот такого роста, которого мы ожидали, естественно, в ближайшие годы не будет. Но вот есть страны, которые в своих регионах продолжают играть роль локомотива. Азербайджан – одна из них. Мы надеемся на продуктивное сотрудничество. Я, Куба, огромное вам спасибо за вашу позицию и за ваши отношения, в том числе и в частности политического руководства Польши к вопросам уважения международного права и территориальной целостности государства. И вы совершенно верно подметили экономическое значение Азербайджана в большом регионе. Более того, как вы сами подчеркивали, Азербайджан носит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы. Это связано с диверсификацией энергопоставок. Более того, Азербайджан активно представлен восточном партнерстве. Азербайджан является узловым регионом на пресечении трансапциональных транспортных коридоров в восток, запад, север и юг. То есть здесь аккумулируется очень важная экономическая зона. И непосредственно сотрудничество с Европейским Союзом занимает одно из важных мест во внешнеполитическом представленности Азербайджана. Достаточно привести к примеру, что в Азербайджане функционируют порядка 400 компаний. И в то же время у нас вызывает иногда сожаление, что те или иные европейские политики, в том числе на уровне международных организаций, иногда выступают заявления, подпитывающими вот эти самые реваншистские настроения в Армении. Это вызывает у нас некоторую озабоченность. И в том числе и армянская сторона зачастую использует те или иные заявления или фактически фальсифицирует их. Последний пример я хотела бы привести, значит, случай, связанный с выступлением представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Жозепа Борреля, когда армянская сторона, как мы сейчас уже знаем, переначила его выступление. Это касается минных полей, то есть карт минных полей. И это касается, значит, армянских диверсантов, которых пытаются представить как военно-пленных. Вот мы хотели бы, конечно, слышать более сбалансированную позицию со стороны европейских политиков. Понимаете, что Евросоюз – это большой конгломерат интересов. Вот там, в Брукселе, сталкиваются с собой разные интересы, представленные сотни, даже тысячи лоббистов. И европейская бюрократия действует, как любая другая большая бюрократия. Иногда по инерции, иногда, к сожалению, в результате лоббистской деятельности. Польша тоже сталкивается с прессингом со стороны Бруссела. Если откроете любые польские СИМы, можете посмотреть, какие аргументы там можно увидеть. Ведь это, к сожалению, реальность, которой всем нам нужно сталкиваться. Армянское лобби, оно существует. Это конкретные люди, конкретные деньги, конкретные интересы. Я их видел и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. Смотрите, я на Russia Today работал, я прекрасно знаю, к чему они способны. Скажем так. Беда в том, что армянское лобби действует вопреки интересам армянского народа. Это люди, которые эмигрировали, у которых есть комплекс национальной неполноценности, которые хотят компенсировать свои комплексы, которые стараются быть более патриотичными, чем сами армяне в Армении. В результате деятельности армянского лобби Армения превратилась в отсталую, бедную, бесперспективную, понимаете, там дорог нормальных нет, там люди живут в ужасных условиях. Вот это все результат некого сговора армянского руководства с армянским лобби. И я очень надеюсь, что в какой-то момент армянские деньги, армянское влияние пойдут на пользу армянскому народу. Пока мы этого не наблюдаем. Пока есть некая борьба интересов, в том числе внутри армянского эстаблишмента, который интересы страны, интересы людей вообще выводит за скобки. Ну, ничего хорошего для армян, армянского лобби не добилось. А то, что они искажают информацию, то, что они манипулируют информацией, то, что они лоббируют и в том числе напрямую платят разными структурам за то, чтобы продвигали их точку зрения. Ну, вот с этой реальностью нужно работать. Доносить до мировой общественности ту ситуацию, которая складывалась и сложилась в регионе Южного Кавказа. Огромная беда в том, что в Западной Европе очень мало специалистов по этому региону. Люди не бывают в этом регионе, не говорят на языках. Ну, вы понимаете, мы можем по-русски прообщаться, по-английски на другом языке. А вот западные специалисты часто знают ситуацию исключительно из прессы, исключительно из печатных источников, а не из первого источника. И поэтому вот это искажение информации, которое армянским лобби проводится ежедневно, оно до них доходит. И поэтому вот формируется вот такая вот ложная, несоответствующая действительности точка зрения. Я бы не концентрировался на высказываниях, я бы концентрировался на действиях. То есть пока что мы видим, что Евросоюз медленно, осторожно, но открывает глаза на настоящую ситуацию. И мне, я прогнозирую, что по мере нормализации ситуации в регионе, Евросоюз будет заинтересован в усилении сотрудничества с Азербайджаном, не потому что не по симпатии, а просто в силу интересов, в силу того, что без Азербайджана разлетается вся архитектура, как региональной, так и общеконтинентальной безопасности и экономического сотрудничества. Поэтому мой совет вам, как гражданину Польши, которая тоже подвергается массированным информационным атакам, не обращать внимания. Вы победили, вы доказали свою правоту, вы восстановили международное право, дали пример другим странам, как нужно действовать. И, ну, в том числе поставили, как бы, точку в этой 30-летней истории лыжи, потому что, ну, все увидели и поняли, что, ну, то, что говорит армянское лобби, это просто неправда. И опираться на эту точку зрения контрпродуктивно. Позиция Польши, она тоже не столько выплывает из симпатии, хотя, конечно, симпатий к Азербайджану в Польше очень много. Мы знаем историю 18-го, 19-го, 20-го года. Эта история у нас жива. Но позиция нашей страны выплывает из интересов, из понимания того, что у Азербайджана есть своя международная идентичность, что это страна, которая понимает, чего она хочет, чем она хочет в международных делах являться. И вот этой позиции, позиции страны, которая балансирует разные, очень сложные, противоречивые интересы, которая обеспечивает мир в очень сложном регионе, которая открывает другие регионы для сотрудничества, что эта позиция, она полезна не только для национальных интересов Азербайджана, она понятна и полезна для интересов всей Европы, и не только Европы, для всех сопредельных регионов. Вот без такой страны, как Азербайджан, всем было бы гораздо хуже. А вот у Армении нет своей международной идентичности. У них, я читал их стратегические документы, концепцию внешней политики, военную доктрину, вот там все сводится к тому, чтобы не отдать награбленное. За 30 лет единственный принцип это было, значит, хвастаться тем, что мы что-то у кого-то украли и теперь не отдадим. Сейчас, когда Азербайджан доказал, что попирать международные права нельзя, Армения должна придумать себя вновь. Я думаю, что им для этого нужно какое-то время, потому что как армянский народ, так и мы, люди в других странах, в Европе, не понимаем, зачем нужна Армения, зачем эта страна существует, вот зачем существует Азербайджан, мы понимаем очень хорошо, и то, что это в наших интересах, мы тоже видим. А вот международная идентичность Армении, к чему эта страна хочет стремиться, какой она хочет внести вклад в международное общество, вот этого мы не понимаем, и вот у меня есть ощущение, что они сами этого тоже не понимают. Да, вы совершенно правы, у вас очень глубокое понимание специфики тех процессов, которые происходят в регионе, и роли Азербайджана, и роли Армении. И для вас также было бы интересно услышать ваше мнение о дальнейшем возможности сотрудничества между, в частности, Азербайджаном и Польшей. И, в частности, я хотела бы также подчеркнуть, что президент Азербайджана приглашает страны к участию в тех процессах, в восстановительных процессах на освобожденных территориях. Это вопрос инвестиций и вхождения в эти крупнейшие международные схемы экономического сотрудничества. Может ли у Польши быть такой интерес, проявить участие в этом сотрудничестве, в частности, и на каких еще направлениях Азербайджан и Польши могли бы наращивать свои коммуникативности и взаимные усилия? Смотрите, у Польши есть несколько больших стратегических проблем, которые нужно решить. Одна из них – это энергетическая диверсификация. После 1989 года Польша восстановила свой суверенитет политически, но не восстановила экономического суверенитета. Находилась частью большой энергетической сети, которая была построена, исходя не из польских интересов. То есть сейчас Польша прилагает огромные усилия к тому, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость, чтобы диверсифицировать энергетические потоки таким образом, чтобы не зависеть от одного, критически не зависеть от одного источника. Вот на это сейчас идут огромные инвестиции. И Азербайджан воспринимается как один из ключевых источников изменения ситуации, как одна из стран, сотрудничество с которой может дать нам вот этот энергетический суверенитет. И как поставщик энергоресурсов, и как транзитер энергоресурсов, потому что открытие Центральной Азии, налаживание энергетических потоков из Центральной Азии через Азербайджан в Европу, это тоже огромная перспективная задача, которую польское руководство хочет решить. Естественно, у одной Польши нет таких ресурсов, но мы добиваемся на уровне Евросоюза того, чтобы Евросоюз включил данные коридоры, данные проекты в свои планы, в виде финансирования и необходимую техническую поддержку. Так что прежде всего, с точки зрения польских интересов, налаживание, наращивание, увеличивание сотрудничества в энергетической сфере. Во-вторых, это, конечно, инвестиции. И мы очень надеемся, что польские компании смогут увеличить свою долю в азербайджанском рынке, потому что опыт работы в Азербайджане позволит, в свою очередь, открыть и другие рынки. Вот Азербайджан – это вообще такая страна, это инкубатор инноваций. Если что-то получится там, то значит, будет распространяться и на другие страны региона. Так что участие в восстановительных работах, и не только, и вообще, наращивание инвестиций в других сферах очень важно для польских компаний, у которых есть естественные ограничения на рынке Евросоюза. Скажем, немецкие компании на рынке Евросоюза, или французские, или итальянские, гораздо сильнее, гораздо богаче. Иногда они выдавливают польские компании из разных проектов. А вот мне кажется, что в Азербайджане как раз польские компании могли бы доказать свой потенциал и свой профессионализм. Во-третьих, это участие Азербайджана вообще в общей восточноевропейской архитектуре безопасности и стратегической архитектуре. Мы считаем, что Азербайджан – это хороший пример для других стран постсоветского пространства, в том числе для наших соседей, самым важным из которых является Украина. Мы считаем, что Украина должна учиться у Азербайджана, во-первых, как строить эффективное государство, как реформировать государственные институты. Во-вторых, как поднимать страну экономически. И во-третьих, тоже перенимать опыт восстановления территориальной целостности. Конечно, никто не говорит о конфликте, потому что в случае Украины конфликт невозможен. Решение должно быть достигнуто мирным путем, исключительно мирным путем. Но вот задача восстановления территориальной целостности у Украины стоит. Поэтому, мне кажется, что общение наших соседей с Азербайджаном с целью взять с Азербайджана пример очень важный аспект стабильности мира в регионе. Мы тоже надеемся, что восточное партнерство, что мы все сможем придать восточному партнерству новую динамику. Польша воспринимает страны восточного партнерства как неотъемлемую часть Европы, как страны, которые всегда входили, культурно входили в состав Европы и должны в него входить политически, экономически и стратегически. То есть, польское руководство хотело бы через восточное пространство достичь сближения Азербайджана и всего региона с Евросоюзом. Мы понимаем, что сотрудничество с таким большим конгломератом интересов, интересов иногда противоречивых, оно сложное. Нам самим иногда сложно в Евросоюзе. Но вот мы считаем, что без честного сотрудничества с Азербайджаном европейская политическая, стратегическая, экономическая архитектура никогда не будет завершена и никогда не будет домкнут. Поэтому надеемся на интенсификацию контактов по этой линии. Мы тоже надеемся и надеемся также, что взаимодействие в частности между Азербайджаном и Польшей, в том числе по тем направлениям, которые вы обозначили, оно будет наращиваться. И мы всегда рады видеть здесь представителей польских и деловых кругов, и политическое руководство. Я думаю, что эти вопросы будут развиваться и далее. Вы сегодня очень много ключевых фраз сказали относительно Азербайджана. Я их обязательно вынесу на первый план. Вы, в частности, сегодня подчеркнули и международную идентичность Азербайджана. Вот такое определение интересное и инкубатор инноваций. Азербайджан действительно, хоть и малая страна, но начинает играть очень важную роль. Не начинает, а продолжает играть важную роль и в регионе, и даже в более глобальных процессах, выступая с очень серьезными и важными инициативами не только для региона, но и для мира. Это проявилось в частности вот этот пандемический год и так далее. И президент Азербайджана дал очень много интервью за последнее время. И в каждом своем интервью он артикулирует очень многие месседжи, очень серьезные месседжи, которые касаются не только нашей региональной ситуации и того, что было связано с конфликтом с Арменией, но и в целом на развитии региона и каких-то глобальных инициатив. Я хотела бы в завершение услышать ваш прогноз. Вы действительно эксперт с очень большим потенциалом. Ваш прогноз относительно развития ситуации в нашем регионе, взаимодействия каких-то крупных мировых игроков, вообще логика процессов, которые сегодня, и как мы вписываемся в них, какие у нас возможности для обретения своего места в этих меняющих сериалях. Азербайджан показал, как умеет воевать, сейчас он должен показать, как умеет работать. То есть ключевой вопрос – это качество и темпы восстановления бывших оккупированных территорий и включение этих территорий в экономическую и социальную жизнь всей страны. И сейчас вообще весь мир сталкивается с тем, что что-то нужно восстановить. Полтора года пандемии много чего разрушило. Поэтому вот такие страны-чемпионы восстановления нужны миру. Нужно иметь возможность на кого-то посмотреть и сказать себе, вот так вот нужно работать, так вот надо делать, так надо выходить из сложной ситуации. Поскольку, знаете, вы сказали, Азербайджан – небольшая страна, я с этим не согласен. В данном случае размер не имеет значения, потому что стратегическое положение настолько важное, настолько критически важное, что тут в стране как бы уже на старт дается совершенно другая позиция, чем та, которая вытекает просто из каких-то там материальных показателей. Страна стержит, страна, без которой не только весь регион будет погружен в хаосе, но и вне региона начнутся большие проблемы. Прогноз, как мне кажется, можно делать на нескольких уровнях. Во-первых, уровень страны. То есть тут главный приоритет – это восстановление территории, интеграция всей территории, включение территории и людей в общие процессы, происходящие в стране. Другой уровень – это уровень региональный. Тут не все зависит от самого Азербайджана. Понимаете, что есть страны, которые хотят мира, есть страны, которые хотят войны. Вот для того, чтобы они перестали хотеть войны, наверное, нужно какое-то время. Все это время, так получается, к сожалению, Азербайджан должен будет держать свою армию, свои структуры безопасности на высоком уровне готовности, потому что никто из нас не защищен от реванша. И тут мне кажется, что в будущем все внерегиональные, в том числе игроки, увидят, что сильная армия и решимость азербайджанского руководства обеспечивает не только безопасность самой территории страны, но и стабильность в регионе, что Азербайджан сможет стать гарантом безопасности всего региона. Для этого есть потенциал, есть, как мне представляется, политическая воля, и есть спрос со стороны других партнеров. Европы, Турции. Мне кажется, и Россия заинтересована в том, чтобы в регионе был мир и стабильность. Поэтому тут есть задача действовать так, чтобы внешний мир понял, что Азербайджан может гарантировать безопасность в регионе. Есть третий уровень, уровень глобальных интересов. Тут много чего решается без нас. Не во все кабинеты мы можем, например, как Польша войти, не все важные вопросы мы можем обсуждать с великими державами. И так устроен мир, что существует некая иерархия, что много того, что нас касается, определяется где-то в Брюсселе, в Вашингтоне, в Москве. И тут в будущем, как мне представляется, Азербайджан может дать пример того, как страна среднего масштаба может сама повлиять на политику великих держав. Своей позиции корректировать политику великих держав. Это вдохновит много других стран, в том числе таких, как Польша. Вот у нас есть ощущение, что много решений проходит мимо нас. Что много чего и в Евросоюзе, и в отношениях с Вашингтоном, и в отношениях с Россией решают без нашего участия. И это вызывает огромный дискомфорт. И таких стран, средних или небольших, очень много. Ведь формально у всех суверенитет одинаковый, все страны-члены ООН равны. А вот получается, что вот этот концерт великих держав, он до сих пор имеет свое место в мировой политике. Вот решимость Азербайджана является примером для таких стран. Примером, что в этом мире, в котором все хотят решать великие державы, другие страны тоже могут добиваться уважения своих интересов. Вот мне представляется, что в будущем Азербайджан будет вот таким вдохновляющим примером для всех стран, у которых есть ощущение, что их интересы не уважаются, а игнорируются. Огромное спасибо Вам за то, что уделили время, и за Ваши очень ценные, очень интересные высказывания. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что сегодня у нас в студии «Тренд» на связи из Баку Networks.trend был кандидат политических наук, политолог и журналист Якуб Корейба.